Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Обратимся к восьмой главе римлянам. Римлянам, восьмая глава. Каждый раз, когда мы верим каким-либо внешним обстоятельствам больше, чем Библии, нам просто следует признать, я сейчас плотской, потому что мною правят ощущения, мною правит то, что я чувствую, то, что я вижу. Римлянам, восемь, шестой стих. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Мыслить по-плоцки – это быть поглощенным восприятием пяти органов чувств, тем, что вы видите, чувствуете, осязаете, обоняете и так далее. Вот что такое плотское мышление – руководствоваться всем, что извне. А мыслить духовно – это руководствоваться тем, что внутри. Аминь. Великим Богом, который в вас, словом, которое вы сеете в себя. Аминь. Я хочу прочитать в расширенном переводе 4 стих 8 главы Римлянам. Здесь сказано, чтобы праведное и справедливое требование закона исполнилось в нас. Послушайте это. Живущих и движущихся не путями плоти. Есть пути плоти. Есть пути плоти. Что это за пути? Пять физических чувств. То, что я чувствую, осязаю, то, что я вижу – все это. Итак, тут сказано. Исполнилось в нас живущих и движущихся не путями плоти. То есть мы не под господством и руководством чувств. Но мы живем и движемся путями духа. И наша жизнь управляется не стандартами и велениями плоти, а находится под контролем Святого Духа. Видите ли, Дух Святой будет говорить с вами о слове. Он будет советовать вам и вести вас на основании слова, а не на основании чувств. Чтобы следовать за Святым Духом, вам придется пойти против своей плоти. Чтобы идти за словом, вам придется пойти против своей плоти. Знаете, когда я стала пастором, мне пришлось столкнуться с одной особенностью моей природы, моего собственного темперамента. Я не склонна к конфронтации. Я не напрягаюсь, не завожусь с полоборота. У меня все просто... Довольно уравновешенно. Даже больше с уклоном в сторону спокойствия. Понимаете? Но жизнь с моим мужем в течение почти 30 лет подняла мой уровень, потому что он всегда был в движении. Быстрее, быстрее, быстрее. Все надо было сделать уже вчера. Так что он повысил мой темп. Увеличил немного мою скорость. Но меня все равно не зашкаливает. А мой муж по своей природе был склонен к конфронтации. Я не знаю, довелось ли вам лично это видеть, но он был склонен к конфронтации. Если кто-то что-то сделал, он мигом рвался в бой. Я же просто игнорирую. Вот почему в детстве я никогда не лезла в драку, у меня не было проблем с людьми. Почему? Потому что я игнорирую их, мне все равно. Мне просто все равно. Кто что говорит, кто что думает, мне просто все равно. А если Эду было все равно, он должен был сообщить, что ему все равно. Он был более склонен к конфронтации. Он просто был более прямолинейным. Но став пастором, я уже не могла просто все пустить на самотек. В жизни что-то может само пройти, если оставить это в покое. Но в церкви не всегда так бывает. Приходится разбираться с тем, что необходимо прекратить. С проблемами, вопросами, много с чем. Так что я рано поняла, если я хочу быть успешным пастором, мне нужно уметь конфронтировать. Мне нужно было стать тем, кем я не была. И я делала это. Все 25 лет пасторства я делала это. Бывало, приходилось приглашать к себе людей и выдавать им прощальное «Бог да благословит вас». Зачем? Чтобы обезопасить церковную семью. Когда кто-то пытался прикоснуться к семье, мне нужно было защищать семью. И быть пастором на основании слова, а не на основании моего темперамента. Мне приходилось идти против своей природной плоти, чтобы быть пастором на основании слова. И я это делала. Каждый раз я это делала. Я могу честно сказать, что я ни разу не избегала конфронтации, когда она была необходима. И я сказала Богу, я буду конфронтировать с проблемами, и лучше останавливай меня, когда ты этого не хочешь. Почему? Потому что я знала, что мне нужен такой подход, чтобы переступить через мою плоть. Не просто сидеть и молиться, чтобы Бог что-то сделал. Бог уже что-то сделал с проблемами в церкви. Он дал вам пастора. Аминь. Так что Бог ожидал от меня действий, когда нужно было поддерживать порядок. И ставить все на свои места, чтобы церковная семья была в безопасности. Мне нужно было служить успешно. И за 25 лет у нас ни разу не было разделения в церкви. Мы даже близко к этому не подходили. Почему? Благодаря помощи Святого Духа и пасторскому служению на основании слова, а не на основании моей плоти. Пытаясь исцелиться на основании своей плоти, вы не исцелитесь. Исцеляться нужно на основании слова. Точно так же, как мне нужно было идти против своей плоти, чтобы служить пастором, вам придется идти против своей плоти, чтобы исцелиться. Вам придется идти против своей плоти, чтобы жить в процветании. Потому что ваша плоть скажет, ничего не выйдет. И тело, испытывая боль, скажет, нет, ты не исцелен. И вам придется идти против своей плоти, чтобы повиноваться Богу, чтобы верить Его Слову и чтобы не жить по плоти. Аминь. Ну, слава Господу! И мы способны идти против своей плоти, когда понимаем, что говорит Слово, что мы исцеленные, мы процветающие, мы не пытаемся ими быть, мы ими являемся, и мы не позволим обстоятельствам обворовывать нашу сущность, переопределяя ее в разрез со Словом. Слава Господу! Восьмой стих. Римлянам 8.8 в расширенном переводе. «Поэтому живущие по плоти, удовлетворяющие аппетиты и импульсы своей плотской природы, не могут угодить Богу или удовлетворить Его, или быть приемлемыми для Него». Почему? Для Бога неприемлемо, чтобы мы выбирали сторону плоти, когда Слово говорит что-то другое. Это неприемлемо. Бог не будет осуществлять соображение вашей плоти. Он будет осуществлять только Своё Слово в нашей жизни. И если всё, о чём мы говорим, это «мне больно и становится всё хуже», Бог не может это осуществить. Почему? Потому что Бог движется по вере. И это должна быть вера в Его Слово, а не поддакивание плоти и постоянные разговоры о плоти. Мне так дорого, что моя мама не жила во власти эмоций. Ей не нравилось, когда из-за эмоций люди были то наверху, то внизу. Она в такое не верила. Я так благодарна ей за это. И своим детям она не позволяла вести себя на основании взлётов и падений плоти. Она не мирилась с этим. Христианам нужно научиться не мириться с этим в себе на основании Слова. Со Словом вы никогда не будете то наверху, то внизу, то наверху, то внизу. Слово делает вас постоянными. Оно учит вас, чему верить. И если вы знаете, чему верить, уже не важно, с чем вы сталкиваетесь. Аминь. Поймите, господство плоти нам будет чего-то стоить. Аминь. Нам нужно отучиться говорить о чувствах. Знаете, я не особый фанат этого. Давайте соберёмся и поговорим о своих чувствах. Меня не волнуют ваши чувства. Меня волнуют лишь мои чувства. Нужно научиться не волноваться о плотской стороне жизни. Бог дал вам весь потенциал чувств, но не для того, чтобы они господствовали над вами, а чтобы они делали вашу личность ярче. Не для того, чтобы они руководили вами. Слава Господу! Люди, управляемые плотью, не являются людьми веры. Плотские люди не ходят верой. Почему написано, что они не угодны Богу? Потому что Богу угодно действовать нам во благо. И когда мы плотские, управляемые плотью, Он не может действовать для нас. Ему не угодно, когда Он не может действовать для нас. Не то, чтобы Он сердился на нас, просто это лишает Его возможности благословлять нас. Когда мы плотские и говорим, вот что я чувствую, вот какую боль я прохожу. Мне так дорог рассказ одного служителя. Он собирался посетить женщину с раком последней степени. И, отправляясь к ней, Он попросил Бога, «Скажи мне, как помочь ей верить?» Потому что можно прийти и сказать, «Благословен Бог! Ранами Его вы исцелены! Вставайте!» Ну, это истина. Но способен ли за нее схватиться этот человек? Истину нужно преподносить людям так, чтобы они могли за нее схватиться. Да, это истина. Ранами Его вы исцелились. И всецело осознав это, живя так полностью обновив свой ум, вы могли бы тут же встать, оставив болезнь. Но все люди находятся на разных уровнях уверенности, на разных уровнях веры. Так что нужно доносить истину так, чтобы люди могли за нее схватиться. Они чувствовали себя подавлены из-за того, что не живут той жизнью, за которую для них заплатил Иисус. Итак, служителю пришло кое-что на сердце. Когда он прибыл, женщина ему сказала, «Брат, я так слаба! Я настолько слаба!» Она даже говорила шепотом, и служитель ответил, «Я это понимаю». То есть, это факт. Он не отрицал, что она так себя чувствовала. И он продолжил, «Но Библия говорит, слабый пусть говорит, я силен». И вместо того, чтобы говорить о том, что вы чувствуете, поговорим о том, что Бог говорит. Я хочу предложить вам лишь одно сегодня. Все, что я прошу, это чтобы вы начали говорить, «Я сильна! Я сильна! Я сильна!» Не пытайтесь это заполучить. «Я сильна!» «Я такой являюсь!» Эта сила у нее была, но слабость украла у нее силу, которая ей принадлежала, понимаете? Ей не нужно было пытаться заполучить силу. Ей нужно было сбросить слабость со своей силы. Как же ее сбросить? Говоря, «Я сильна!» Служитель сказал, «Я не хочу, чтобы вы думали о слабости, которую вы чувствуете». Что он имел в виду? «Я не хочу, чтобы вы думали по-плоцки!» «Я не хочу, чтобы вами управляло тело!» «Я хочу, чтобы вы говорили, «Я сильна!» И он сказал, «Даже не думайте об исцелении!» «Даже не думайте о боли, которую вы испытываете!» «Просто говорите, «Я сильна!» «Я сильна!» И он обещал вернуться через несколько дней. Когда он вернулся, женщина уже говорила в полную громкость, нормальным голосом. Почему? Сила начала течь, потому что она начала думать об истине вместо фактов. И истина переписала факты, преобразила факт слабости в истину силы. В следующий приезд служителя женщина была воодушевлена, потому что ощущала растущую крепость в своем теле. Но она не ощущала растущую крепость, пока не перестала фокусироваться на теле и не начала фокусироваться на силе, которое ей принадлежало, вместо слабости, которую ощущала. Быть управляемым телом – это думать о чувствах. При следующей встрече служитель спросил, «Вам больно?» Она ответила, «Да, мне больно». Хорошо. Иисус заплатил за вашу боль. Так что теперь все, что я прошу, это чтобы вы говорили, «Спасибо Богу, я свободна от боли». Даже не будем касаться рака, не будем касаться опухоли, просто будем говорить о том, что у вас больше нет боли. И тут, если перейти на арену ума, вы скажете, «Погодите, опухоль – причина ее боли!» И не избавившись от опухоли, уж лучше не пытайтесь разобраться в том, в чем не можете разобраться. Важно, за что может схватиться этот человек. Послушайте, чудотворная сила обходит все естественные процессы по-любому. Итак, теперь женщина говорила, «Спасибо, Отец! Он понес мою боль! Он понес мою боль! Спасибо, что у меня нет боли!» Видите? Шаг за шагом, шаг за шагом. И не пришлось долго ждать. Всего через несколько недель она встала с кровати, все изменилось, и исцеление начало действовать в ее теле. Почему? Потому что служитель не пытался изменить все сразу. Он просто каждый раз помогал ей менять что-то одно, за что она могла схватиться. Схватитесь и вы за эту реальность, за эту истину, что вы являетесь исцеленными людьми. Чтобы вы не чувствовали, чтобы вы не видели, вы исцеленные люди. Аминь. Слава Господу! Я говорю, Слава Господу! Бог всем нас обеспечил. Но продолжим тему исцеления. Когда вашему телу нужно исцеление, сила исцеления не течет путем тела. Все, что приходит от Бога, духовно, а не естественно. Тело же естественное, физическое. Все, кем Бог вас сотворил, проистекает через ваш дух. Исцеление течет путем духа и меняет тело. Оно не проистекает из тела. Оно течет из духа в тело. Тело – получатель силы исцеления, а не ее источник. Люди проверяют свое тело, чтобы увидеть, исцелены ли они. Но не там источник. Источник в слове. И то, кем вы являетесь во Христе, находится в вашем духовном человеке. Так что, чтобы жить в здоровье, необходимо думать о своем духе, а не о плоти. Потому что божественное исцеление течет в ваше тело через ваш дух. Медицина воздействует на тело через тело. У нее нет доступа к вашему духу. Она не может затронуть ваше здоровье через ваш дух. Все, что она может, это разбираться с телом. Поэтому она и не стопроцентна. Ее помощь не стопроцентна. Ее помощь несовершенна. Но когда Бог исцеляет, Он исцеляет через дух. А это значит, что Он будет работать над тем, как вы живете в любви, над тем, как вы мыслите, над тем, как вы разговариваете со своим супругом, супругой. Почему? Потому что то, что проистекает из вашего духа, влияет на каждую сферу. Он будет разбираться с тем, что преграждает поток исцеления, не позволяя Ему дойти до вашей нужды. Аминь. Тело начинает править людьми, и они становятся плотскими, когда они сверяются с телом, вместо того, чтобы сверяться со словом, вместо того, чтобы сверяться со своим духом. Аминь. Ведь мы берем исцеление своим духом, прежде чем оно проявляется в теле. Нужно взять его. Я исцелен. И когда вы берете его своим духом, тело для вас уже не проблема. Когда ваш дух схватился за исцеление, ничто, происходящее в теле, больше на вас не влияет. Бывало, когда мне нужно было получить что-то от Бога, и я уже получила ответ духом, я была настолько уверена, убеждена, что я разобралась с этим в своем духе, что когда ответ, наконец, проявлялся, не было никакой кульминации. Появление ответа в физическом мире не было захватывающим, потому что радость и реальность ответа уже прежде охватила мой дух. И я была настолько уверена, настолько убеждена, непоколебима, что ответ должен был появиться. И когда он появлялся, я говорила, да, я знала, что ты должен был появиться, потому что у меня он уже был в духе. Видите, до вас в духе должно дойти, что вы исцелены. Вас в духе должно осенить, что вы процветаете, что вы победители. Это должно дойти до вас в духе, чтобы вы перестали пытаться что-то заполучить своей плотью. Слава Господу! Вот почему Павел молится в Ефесянам 1,17. «Чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих». Он говорит, когда это дойдет до вашего духа, ваши дергания прекратятся. Вы перестанете пытаться победить в естественном, физическом мире по плоти. Мы побеждаем вот здесь. Мы побеждаем изнутри. Источник нашей победы в нашем духе. Мы – духовные люди. Мы – не плотские люди. Аминь. Слава Господу! Римлянам 8,12 в расширенном переводе. Итак, братья, мы – должники, но не плоти. Мы не обязаны нашей плотской природе. У нас есть плотская природа, но мы ей не обязаны. У нас есть тело, у нас есть чувства, точно так же, как у всех, но мы им не обязаны. Когда Эд ушел домой к Господу, я сказала церкви, «Мы не обязаны реагировать на уход моего мужа домой, как те, кто не знает то, что мы знаем». Те, кто не знает то, что мы знаем, разваливаются, впадают в депрессию, охвачены горем. Я не насмехаюсь над этим. Я лишь говорю, что когда вы что-то знаете, это меняет вашу реакцию в этом видимом мире. И в Римлянам 8, 12 Павел сказал, «Итак, братья, мы – должники, но не плоти. Мы не обязаны нашей плотской природе, чтобы жить жизнью, управляемой стандартами, установленными диктатом плоти. Нам предложено нечто высшее – жить на основании духа. Жить, исходя из духа. Аминь. Потому что рождением свыше был наделен наш дух, спасением был наделен наш дух, исцелением был наделен наш дух, процветанием был наделен наш дух, победой был наделен наш дух. Бог не наделяет всем этим плоть. Он наделяет этим дух. И проистекая из духа, это влияет на плоть. Все лучшее Божье находится в нашем духе. В каждом христианине, умершем преждевременно, было здоровье. В каждом обанкротившемся христианине было процветание. Все это было в их духе. Я не хочу, чтобы кто-то был подавлен этим, но чтобы мы пробудились и поняли, что все, в чем мы нуждаемся, уже в нас. Потому что Он в нас, и мы в Нем. И нам нужно перестать мыслить и измерять все внешними категориями, что чувствует или не чувствует мое тело. Мы сегодня снова разговаривали об этом с Морган. Когда Эд ушел домой к Господу, я сказала своим детям, одна из лучших вещей, которую Эд сделал для нас, это он научил нас жить на краю ничего. Временами было такое чувство, что мы на пороге разорения. Но Он научил нас, как подойти к краю, ничего не увидеть и продолжить идти. Что это значит? Жить духом, а не тем, что видит плоть. Не тем, что можно измерить, пощупать, взять в руки, не под счетом денег в попытке понять, получится ли что-то. И я сказала, это одна из лучших вещей, которую Он для нас сделал. Он держал нас на краю. На самом деле это был порог славы, но временами казалось, что это порог разорения. Для духа это порог величия. Но плоть ощущает, что она на обрыве. Все зависит от того, к чему вы прислушиваетесь. И люди, которым не нравится, как чувствуют себя, плоть уходит от края. Они уходят назад. Они даже не подходят к краю, к которому их влечет Бог. Они живут вдали от края. Они просто не продвигаются вперед. Аминь. Слава Господу! Мы хотим жить на краю. Потому что нас не интересует удобство плоти. В нашем духе есть вся победа, вся помощь, все ответы. И это не рискованно. Знаете, что рискованно? Жить по плоти. Это риск. Будем жить по духу. Жить, осознавая, что нам дано. Что вложено в наш дух. С чем он един. Мы одно с Отцом. Все, что от Него, мое. Я не пытаюсь сказать, что вы ничего не чувствуете. Я не пытаюсь сказать, что вы ничего не видите. Я пытаюсь сказать, что есть нечто высшее, чем нужно руководствоваться. Слава Господу! Аллилуйя! Я говорю, аллилуйя! Слава Господу! Кто-то скажет, ну, пастор Нэнси, вы говорите, что я исцелен. Тогда почему моему телу больно? Ну, во-первых, нужно не быть плотскими. Так? Помните, что сказано об Аврааме? Он не помышлял ни о своем собственном теле, уже о мертвевшем, ни об омертвении саренной утробы. Помните? Но воздавал славу Богу. Он обращался к своему духу вместо того, чтобы обращаться к своей плоти. Плотское мышление удерживает вас во плоти, а духовное удерживает вас в духе. Вы внимательны к духу. Предположим, вы пришли ко мне в гости, и у меня полная кладовая продуктов. А я говорю своим гостям, если хотите есть, просто идите на кухню и берите. Я, конечно, могла бы что-то приготовить, но вы не сможете это есть. Я говорю, все, что вы видите, можете есть. Однако, вы ничего не сможете съесть, пока не встанете и не возьмете. Аминь? Всем, что вам может понадобиться в этой жизни, ваш дух уже упакован, но вам нужно взять это. Люди говорят, если я исцелен, почему же я болею? Потому что то, что в вас заложено, нужно взять. Взять. Верой. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейну. Продолжение следует... Продолжение следует...